мир всем сегодня расскажу как я смастерил свой брудер в первую зиму как мы сюда переехали мы в деревне приехали уже третий год живем здесь значит когда мы переехали у меня была фанера получается вот сантиметром толщиной собственно его сделал из того что было представление у меня не было как его делать ну посмотрели там видеоролики где-то я увидел что два этажа должно быть дверки открываться вот соответственно фанеру взял напилил ее то есть тоже сделал два этажа значит все это на саморезы скрутил дверки я сделал из сотового карбоната здесь кабель-канал то есть простому вот тут у меня уже цыплята находится значит что я покупал покупал я лампочки вот эти вот красного цвета которые греют значит регуляторы лампочек вот это вот очень хорошая штука которая мне нравится прям на два этажа у меня две лампочки то есть больше меньше я делаю прям вообще прекрасная штука она очень очень нужная потому что ну такая лампа нагреет очень сильно вот и здесь такие небольшие сделал как вентиляционные отверстия чтобы воздух проходил везде на на лампочку сделал решетку решетка сделана из сушилки для посуды то есть очень просто я ее разобрал и меня одной сушилки какая-то старую сушилка валялась хватило на два этажа значит ум мы на пол сейчас стелим газетку у вас сначала мы стелили опилки но опилки высыпаются в общем поняли что это как бы не то немножко вот по простому газетку постелили там они допустим ее уже сильно новую постелил и все отлично какие плюсы или какие минусы точнее вот вообще лучше делать брудер из ламинированного это и фанеры из ламинированной почему потому что легко очень будет протереть то есть ну вот когда я грудел из того что у меня было соответственно дверки можно как-то улучшить наверное там не сотик стекло какое-то не знаешь вот а так вообще брудер очень хорошая тема вот второй этаж нижний здесь цыплята живут там ну когда неделю-две вот то есть они тут очень хорошо набираются силы тут мы их кормим вот и вообще разведение цыплят когда мы переехали у супруги было огромное желание заняться значит выведением цыплят вот мы из города купили инкубатор привезли его у нас серия blitz 120 на 120 яиц мы им очень довольны хороший инкубатор вот и в этом году в этом году мы первый раз у нас вывод получился в этом инкубаторе обычно ну где-то в инструкции что рекомендуют для выведения использовать другой инкубатор можно в этом году так получилось что мы там чуть-чуть просчитались буквально на день и благополучно цыплята все ну не все сейчас вывод еще идет вывелись начали выводиться вот там вот уже наверное и 120 из было уже наверное к 70 процентам подходит вывод сейчас мы кстати пойдем посмотрим как цыплята там выводится значит вот он инкубатор наш очень мне нравится то что в этом инкубаторе есть вход для аккумулятора видно то есть плюс-минус значит очень удобно вот у нас аккумулятор запасной допустим это зимой это весной точнее раза три выключали свет вот и даже один раз там чуть ли не на весь день поэтому в тот момент когда выключили свет мы абсолютно не переживаем у нас также он работает переворот там автопереворот все это тут регулируется температура вот книжки мы ложим чтобы немножко придавить потому что я сделал резиночку здесь чтобы не выходило тепло но собственно сейчас мы посмотрим это таинственный момент когда цыплята вылупляется и тут уже вылупились обсохли сейчас мы берем их сюда и убираем сбрузер вот тут цыплят нужно брать очень аккуратно смотреть чтобы у них пуповина еще не это не было трениться сейчас я уберу вот эти яйца отдельно вот и открою следующий этаж смотрите вот допустим тут цыпленок продлевается ну вот тут что-то гвардия целая вот тут они уже частично подсохли сейчас они в брудере еще у нас получше дойдут обсохнут все выстаться хорошо наберутся силы и начнут кушать цыплята я не сказал значит нам очень понравилась порода адверские серебристые это мясо яичное направление кур значит они несутся чуть меньше не сушит вот мясо у них очень вкусное вот если их кормить хорошо то курочка даже там два килограмма и более может выйти вот это понятно будет больше мы это выводим на продажу вот как раз уже третий год этим занимаемся ну и собственно люди довольны мне эта порода кур она тоже нравится они не теряют лиценоткость где-то до четырех лет наверное вот и они более устойчивы каким-то заболеванием вот и эстетический вид внешний вид очень красивый ну вот теперь мы их переложим в их новое жилище они познакомятся со своими братьями по разуму и сестрами вообще цыпленку на первое время нужно чтобы было тепло и сухо именно для этого нужен брубер вроде как неважная такая штука ну казалось бы да вроде можно там просто цыпленок появился на светом где-то в коробочке лампочка какая-то ну брубер на самом деле он очень помогает сохранить и поднять молодняк вот буквально там неделю-две там вот то есть потом мы их поделим какие там будут пободрее допустим в одну сторону там на один этаж на другой вот и соответственно ну они как бы у нас тут долго не задерживаются в любом случае мы все их потом раскидаем и людям раздадим брудер у меня он убирается вот то есть по сути он нужен только весной если допустим ну занимаемся вот так вот только весенний период ну кто круглогодично выводит другое дело вот а если весенний период воспользовался им всех всех подрастил все протер и убрал его до следующего года вот он у меня тут откручивается и я его выношу на веранду ну все желаю всем кто будет заниматься успехов в этом деле обязательно вот чтобы все у вас подрастало и благополучно росло никто не умирал всего доброго если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного приятного аппетита я